Университет Современного Производства Университет Современного Производства Таких основных, как я вижу, это 9. Первая причина. Прошла приватизация. И вот, прошла приватизация, появились собственники. Пример хороших собственников, где идет серьезное развитие, вот таких примеров немного. А достаточно ярких примеров, где собственники достаточно неэффективные, таких примеров больше, чем предостаточно. Так, например, взять Горьковский автозавод, где работало порядка 120 тысяч человек. Где выпускалось день примерно без половины тысячи машин. Теперь собственник, товарищ Дерибаско, гражданин Дерибаско. Олигарх, который со второго часа на восьмое место опустился. Но, тем не менее, вот Горьковский автозавод, он стал его собственностью. Хотя на нем, если вспомнить, это была общественная собственность. И на нем трудились еще первые те, кто создавал и работал на мощную индустриальную страну. Он был заложен в 30-м году, а в 32-м году, 2-го января, уже пошел первый выпуск автомобилей. Которые помогли и в годы войны, и без этой бы вообще программы. Неизвестно, существовала бы дорога жизни или нет. Были бы катюши, были бы ракетные установки и вообще перевозки народно-хозяйственных круглеров. Если бы эта программа не была осуществлена во времена Сталина. Ну вот, зарегистрировал свою собственность он на Кипре, в обшорной зоне. И таким образом, сказать, что это российский завод, уже в полной мере, нельзя, да, находится на российской территории. Но зарегистрирован в обшорной зоне. То же самое, если взять по Нижнему Новгороду, Красная Сормова. Был Кахи Кендукидзе, который руководил Красным Сормовым. Две подводные лодки были порезаны. Одна. Две подводные лодки были созданы. Одна из двух была порезана. Причем это достаточно сложное было. А вторая подводная лодка была продана в Индию. Потом раздербанили на 20 частей завод. И сейчас спокойно Кахи Кендукидзе работает министром экономики и финансов в Усакашвили, в Грузии. Ну, работа. Работа. После завода. После завода. Мы сейчас говорим, какие причины. Вторая причина. Это активы предприятий, когда стали по стоимости меньше, чем стоимость земли. И это тоже являлось причиной. И является причиной. Так, например, в нашей верфи, Балтийский завод, уже была программа, что эти предприятия надо вывести, то есть уничтожить. А поскольку они находятся в очень хорошем месте, где Нева впадает в Финский залив, то построить торгово-развлекательные комплексы, дома, гостиницы. И эта программа была не осуществлена. Не осуществлена, потому что, лао Богу, мешалось государство. Иначе большая проблема была, поехали бы, если даже куда-то вывели, навряд ли поехали бы создатели, поехали бы непосредственно кто рабочий делает куда-то. И весь инженерно-технический состав навряд ли бы поехал. Поэтому, если третью причину назвать, то это причина, я уже коснулся, это вывод, есть программа вывод промышленных предприятий из городов. Такая программа есть в Санкт-Петербурге, такая есть в Москве и во многих других городах. Вот если взять во времена Сталина, Великое Отечественное, понимая, что фронт неизвестно куда подойдет, надо, оставив здесь и продукцию, которая выпускается, часть заводов перенести на Урал и Сибирь. И эта программа была осуществлена за достаточно сложные времена. И это позволило выпускать и на европейской территории, и за Уралом. То такая программа, если взять такую программу, то такая программа сейчас решает первую половину. Первую половину это вывод промышленных предприятий, а вот ввода, как правило, не получается. Мы с Михаилом Сеевичем тут общались с директором Плаза, но я с ним по Москве достаточно часто встречаюсь. В Москве был завод по производству амортизаторов. Самый лучший амортизатор в стране, это выпускала Плаза. И вот, находился на Петроградской стороне, попадает под эту программу, берут, коль вы вывод, ему дают землю в конной лахте, берет он кредиты сначала на разработку. Разработали, пока разрабатывали, наступил кризис. Сроки три года. Наступил кризис. Под эту программу, значит, они должны дальше взять кредиты, уже поскольку есть земля, уже есть техническая разработка, они должны на конной лахте сделать новый завод. А в условиях кризиса кредиты не дают. И коль кредиты не дают, эта программа была им остановлена. То есть затрачены деньги на разработку вот этой земли, и дальше дело никуда не ушло. Завод теперь остановился, этого завода нет. И даже наш, взять Сестрецкий, другой пример, Сестрецкий завод точных инструментов, который существовал с 1947 года. А до 1947 года, с Петровских времен, как Сестрецкий оружейный завод был. Тоже самая картина, казалось бы, с такой историей Сестрецкий оружейный завод, где было не только оружие, не только выпускалась винтовка Мосина, но и первая была создана подводная лодка. Удачно, конечно, решили, храм построили. Первую подводную лодку, созданную на Сестрецком оружейном заводе, увековечили. Теперь стоит рядом с церковью, а вот завода нет. Называется Петровский арсенал. Это жилые комплексы, и тот принадлежат американцам. Таким образом, это вот четвертый, третий пример. Четвертый пример. Это, вот, к примеру, прошел дефолшн. И вот, к примеру, взять АЗЛК. Взяли порядка 500 миллионов кредит. Разработали автомобили, которые, перспективные автомобили, которые будут в дальнейшем выпускаться. Вот, успешно их испытали, сделали пробег, и я в этом пробеге участвовал. Они дошли до Владивостока. Это Иван Калита, князь Владимир, Юрий Долгорукий, Цветогор, Дуэт. Дошли до Владивостока, сделали хороший телемост на уровне вице-губернаторов. И, казалось бы, надо запускать серийное производство. Но, поскольку дефолт, автомобиль рассчитан на внутренний рынок, а цены ушли в четыре раза в рублях, то, естественно, о погашении ни о каких кредитах не может быть и речи. А коль не может быть и речи, кто этот дефолт? Кто виновник? Государство. А если государство виновник, то надо сделать реструктуризацию долгов и каким-то образом погасить, если управлять этим процессом. Но этого не было сделано, кредиты не отдать. В результате завод остановлен. И там вот, в районе текстильщиков по Волгоградскому проспекту сейчас будут японцы строить торгово-развлекательный комплекс, жилые дома. И это следующий завод за шариком-подшипником, который мы сейчас успешно приобретаем за рубежом. Пятая причина, по которой промышленность идет на спад, это амортизационное отчисление. Вот есть разные сроки. Что-то 2-3 года существует, где-то ресурс 30 лет, ну в среднем это 10 лет. Если основные фонды у нас 60 триллионов, то есть 10% должно лишь лежать в банках. Таким образом, как и Путин говорит, что это кровеносные сосуды банки, и в банках должны быть деньги, вот как раз наполнение денег, банков деньгами, и таким образом, которые ничем не облагаются, и таким образом идет поддержание предприятия. То есть, морд смерть, а морд не умирание. Не допустить умирания предприятий. То есть, государство этим жестко не занимается. На каком можно было бы уровне? На исполнительном уровне решить, то есть, какими решениями или постановлениями правительства, или на законодательном уровне, на уровне федерального собрания. Но ни то, ни другое на этот предмет нет, хотя за подпись у Михаила Васильевича и его товарища ректора даже ушли конкретные предложения, реакции нет положительной, и в результате это все таким образом висит. Поэтому, когда вот случилось, я на Шушинской ГЭС, и вот стали разбираться, почему что она рванула. Дорванула, в первую очередь, потому, что амортизационных отчислений отчислялось ровно в два раза меньше, чем предусмотрена эксплуатация. И когда выяснилась, счетная палата под руководством Сергея Степашина проверяла, на Шушинской ГЭС ответ был, это дело акционеров, и пускай занимаются акционеры. Но когда вот рвануло, то вспомнили и эту проверку, и дайте опять у государства денег. Хотя, казалось бы, там, у нас мной, кто держать за реакцией, это государство. Ну, и можно вспомнить наш Сестрецкий хлебозавод, тоже самая проблема, с которым достаточно плотно работает фонд рабочей академии, и у нас товарищ французов Николай Павлович, председатель профсоюзов, тоже амортизационные отчисления отчислили 1%. Хотя представительские расходы выросли, а что значит 1%? Значит, раз в 100 лет будет замена оборудования. Поэтому государство должно заниматься этим. Шестая причина. Это госзаказы. Государственный заказ это важная система поддержания предприятий. Так, например, у нас Кировский завод, наш флагман, вот прошел совет директоров, и главная задача акционеров Кировского завода сдача площадей в аренду. Если бы государство обеспечивало государственными заказами, то такой бы картины не было. То же самое происходит на танком заводе. в Нижнем Тагиле министр обороны подписал договор, по которому министерство обороны закупило 30 танков, выживают за счет Индии, поскольку те порядка 300 закупили, хотя потенциально делать могут в 10 раз больше. И, конечно, когда в разы, может на 10, на 30 процентов, но когда в разы, то понятно, что такое предприятие долго не продержится. То же самое примерно происходит и с ЗИЛом. Вот только наш товарищ Шишкарев, наладчик станков с числовым программным управлением на ЗИЛе, работает ЗИЛ три дня ЗИЛ зарабатывает в Москве 8 тысяч и выпускает ЗИЛ примерно в 30 раз меньше от своей той потенциальной возможности, когда он работал на полную мощь. Понятно, что здесь долго он не протянет, но и место, надо сказать, очень неплохое. Рядом река Москва, третье транспортное кольцо, ну и здесь тоже, оно же все перекликается, тут же все цепочки действуют, что зачем активы, надо эмортизонных отчислений поменьше, надо и госзаказы не давать, чтобы предприятия умирали. Там единственная проблема ОМОНа городов, некуда девать. А здесь по Москве рассосутся, за границей купим те же автомобили. Зачем ЗИЛ закупать? То, что это подрывает национальные интересы и экономическую безопасность страны, это уходит на второй план. Закупаем аналогичную технику за рубежом, начиная от пожарных, специальных машин, хотя кто там это государство, это Москва владеется, и конечно здесь могли бы поучаствовать совсем в другом ключе. Важная задача, это еще Кейнс говорил, государство регулировано, это вот то, что недостаточно эффективное государственное регулирование, это вот седьмая причина. Например, мы знаем по автопрому Китай в свое время, чтобы в своих национальных интересах действовать, установил пошлину 200% на ввозимые машины, установил квоту 30 тысяч автомашин в год можно только везти в Китай. То же самое, кстати, и Индия действует. Поставила в качестве государственной задачи поднять индийский автопром. что сильнее, старое или новое, молодое? Конечно, старое. Поэтому, чтобы молодой автопром, они же уступают китайские автомобили, индийские, в том числе, уступают зарубежным брендом. Это же молодое еще направление. Поэтому его надо защитить. Действие в своих национальных интересах Китай защищает, введя вот эти квоты, пошлины. Таким образом, если взять 90-й год, то выпускали около миллиона машин год, мы выпускали более полутора миллионов год. Но сейчас, на сегодняшний день, Китай выпускает около 10 миллионов в год машин, столько же примерно Япония, столько же примерно США по 10 миллионов где-то, Германия около 6 миллионов, Франция около 4 миллионов, типа шведов это около 2 миллионов, а Россия так и осталась на этом с 90-го года уровня. Мало того, что осталось на том же уровне по количеству машин, но отечественные машины были в основном в большей массе своей заменены на зарубежные бренды, потому что считается вот эти полтора миллиона в год это ну ушли такие заводы, как мы знаем АЗЛК, мы знаем как ЗИЛ работает, мы знаем ГАЗ, который тоже Горьковский автозавод, где Дерибаска собственника я говорил 120 тысяч было, а сейчас 29 тысяч осталось, где выпускают не 2,5 тысячи в день, а 2,5 тысячи в месяц, то есть в 30 раз меньше, но если в 30 раз меньше, можно ли так предприятие долго существовать? Нет, конечно, оно уже ему судьба предрешена, мало того, еще совет директоров принял решение, что и Волгу прекратить выпуск, а выпускать Сайбер, то есть Крайслер, собирать запчасти все кузов, двигатель, рамы, крылья, все везти оттуда, здесь только сваривать, собирать и называется Волга Сайбер, поэтому здесь достаточно большой идет спад, ну и в государственном регулировании взять тот же автопром, вот сделали в Китае, автопром поставили, надо организовать рынок сбыток, поэтому все маршрутные перевозки, все таксомоторные перевозки осуществляются на машинах, только произведенных в Китае. Все государственные чиновники от первых лиц до всех вузов, НИИ, мелких организаций, если они государственные, то есть ездят на машинах, только произведенные, пожалуйста, на маршрутку садись, и турецкую сядешь, и китайскую, в этом плане мы не регулируем лицензии, раздаем кому угодно. Восьмая причина это надо сказать это комбрадоры, поскольку есть национальная буржуазия, которая развивает национальную экономику, промышленность, то есть комбрадоры, которые тоже извлекают как и национальную прибыль, но за счет разрушения отечественной промышленности и в лучшем случае внедрения зарубежных брендов. Ну, например, вот Северный завод. Мы знаем, выпускает Игорь Дымов, Георгий Петрович, тогда ставил вопрос, что надо не Патриот закупать, а наши ракеты лучше, наши дешевле, и надо закупать продукцию Северного завода. Знают по телевидению, что в Москве будут производиться автомобили Рено, а на Северном заводе будут производиться троллейбусы. На уровне идет председателя правительства. И вот генеральный директор первого лица узнает это по телевидению. Приезжают итальянцы, хотели бы делать троллейбусы, но хорошо везет их в район старой деревни, построены новые цеха, они в результате всей перестройки не оснащены были, не начинены должным оборудованием. И говорит, вот здесь наверное целесообразно разместить троллейбусы. Нет, не надо нам здесь, а где же вам надо, а нам надо вот в этих цехах, то есть в тех цехах, где производятся ракеты. То есть чтобы уничтожить отечественное производство, вот тут как раз и троллейбусы. И как патриот товарищ директор говорит, нет, пока я директор, такого не будет. И действительно, мы знаем, Рено на Волгоградском проспекте в Москве делают, а троллейбусы так и уехали отсюда. и он на тот момент сохранил по профилю работу завода. Или тот же Форд во Вселожске. Я когда-то был на открытии завода, когда для судпрома, это под русским дизелем, во Вселожске сделали завод для наши хорошие, чтобы выпускать дизельные двигатели для судов. И вот этот завод был построен, а еще подписывал тогда еще Урха Калева Кэканон, и продолжатели по оси Киви Ковиста, первые лица Финляндии, уже были на открытии. Все хорошо, но произошла контрреволюция и судпром перестал практически действовать так, как действовал. Упало все в разы, двигатели никому не нужны, и вот тут-то как раз с инвестициями в 150 миллионов долларов пришел Форд, все было выброшено, который финны построили подключен завод, и начинили Фордом, перереконструировали, поставили какие-то другие корпуса, но в основном этот завод перестал новейший существовать, и теперь мы знаем это первый из пяти заводов, который под Санкт-Петербургом, завод Форд. В Москве я сказал, что куда Рено въехал въехал когда программа Виктора Степановича Черномырлина была, что Рено, а Рено въехало туда так, что завод не может рассчитаться со своими кредитами после дефолта, к нему еще на 85% готовый завод по производству моторов, который должен делать моторы и для Москвича, который должен делать и для ВАЗа, и для других предприятий. 15% не находятся, с баланса на баланс перебрасывают на АЗЛК, и поскольку АЗЛК, как я говорил, не может со своими разобраться кредитами, а не то, что достроить завод. Вот все, что на заводе начинили, все было выброшено с этого моторного завода, и на месте моторного завода есть Рено. А если бы, наверное, пусто бы было, наверно, может быть, такая же была участь, как и с троллейбусами, может быть, и не въехали. А выезжают, действия в своих национальных интересах, чтобы уничтожить конкурента, чтобы уничтожить мощь страны, взамен предлагают вот этим. Также вот Ильдар Аркадьевич очень здорово тогда отставил, когда вместо скоростного поезда, а скоростной поезд у нас сходил R274 года, и была поставлена задача, что, конечно, надо менять, надо создать новый. Был создан новый, который назывался Сокол, делал Игорь Спаский, и вот там и Алмаз, там многие предприятия участвовали. в результате был поезд сделан, прошел испытание, вместо того, чтобы после испытаний довести до логического завершения и поставить на производство, это все было остановлено, и вместо этого закупили в рамках стратегического экономического партнерства, рамочный контракт на 600 миллионов евро, Сименсен и поверженный, как и в газете «Трудовая Россия» было очень хорошо написано, поверженный стоит в Тосно, Сокол, а пошел Сапсан, причем договор сразу же на 30 лет. То есть вот так действуют комбрадоры. То есть девятая причина это это у нас главное это отсутствие государственной программы. Кто на сегодняшний день есть? Есть программа социально-экономического развития страны до 2020 года, подписанная в ноябре 2008 года председателем правительства, который озвучил еще на расширенном заседании Госсовета стратегии развития России до 2020 года Путин, когда уходил с президента. Но даже нет программы но есть концепция. Казалось бы, это гораздо хуже, но надо вернуться к концепции социально-экономического развития страны. Этого нет и даже в послании президента ежегодно к федеральному собранию мы особо это и не слышим. Что сделано в рамках этой концепции? Что не удалось сделать в рамках концепции? Какие причины какие задачи ставятся? Нет. Этого нет. Поэтому прежде чем смотреть в будущее, мы разобрались причинами. И здесь понимая, что вот идет такой спад, надо в первую очередь вернуться к урокам. Урокам надо вернуться. это всего лучше. Сталинские уроки осуществления ленинского плана построения социализма в одной стране. Вот Владимир Ильич Ленин рассматривал, когда капитализм перешел его высшую стадию реализма, то стал рассматривать, что возможно построение социализма первоначально в отдельно взятой стране. И Таллинн, осуществляя ленинский план, сразу же поставил задачу, что поскольку враждебное окружение, на какое враждебное капиталистическое окружение империалистических государств, то надо выпускать продукцию, которая была самой лучшей в мире. Поэтому такая была в рамках государственной задачи поставлена. И благодаря этой программы мы стали выпускать самые лучшие самолеты, самые лучшие танки. Причем танк считается Т-34 самый лучший в мире времен Великой Отечественной войны. Вот у нас специалист, который занимается разработкой танков Иван Михайлович Деклот Деклот Причем стал он еще и в два раза дешевле за счет каких факторов? Первое научно-технического прогресса, а второй фактор производительность труда. Но это можно было осуществлять при вот такой государственной программе. Лучшие Катюши, лучшие много другой военной техники. И это все сыграло для победы Великой Отечественной войны, которую мы будем отмечать. Достаточно Сталин в рамках государственной задачи ставил задачу по выпуску не только военной, но и гражданской продукции. И в результате этой программы наша страна с 30-го года стала практически независимой от зарубежных поставок. Чтобы выйти на этот уровень, достаточно много было уделено вопросам подготовки кадров. Эти кадры готовились и как в нашей стране, и готовились кадры за рубежом. И вот я как сказал, к 30-му году мы вышли на независимый уже уровень и могли развиваться без иностранной помощи. Вот чтобы вот так развиваться, государственная программа, в рамках которой должны заниматься все. Даже по лампочкам энергосберегающим нельзя, и об этом мы с Михаилом Васильевичем написали письмо и президенту Российской Федерации, и председателю правительства, когда была поставлена задача энергосберегающие лампочки, давайте мы перейдем на энергосберегающие лампочки, а мы знаем, как была государственная программа Гойл.ру. в комплексе все решалось. Так и здесь, если уж поставить лампочки, в первую очередь переоснастить свои отечественные заводы, чтобы отечественные заводы наши освоили выпуск этих лампочек, и по мере их освоения этой продукции уже шла замена. Именно связано настолько, насколько произойдет модернизация при конкретных сроках, а после этого утилизация, опять-таки, где утилизировать и как. То есть вся цепочка должна быть выстроена от разработки программы, которая должна войти в программу в целом социально-экономического развития страны и по лампочкам. А здесь мы опять как поддерживая национальные интересы других государств стали закупать американские, голландские, китайские и так далее лампочки. Вот если мы будем лишний раз прислушиваться к урокам, сталинскому, сталинскому урокам осуществления ленинского плана построения социализма в одной стране, о которой мы будем подробно говорить на 4-й международной научно-практической конференции и пойдем по ленинскому пути, мы достигнем гораздо больших успехов, чем есть на сегодняшний день и какие у нас сейчас есть большие перспективы. Спасибо за внимание. Пожалуйста, переходим к вопросам. А что сейчас будет сделать, вот если скажут, выбор, пример, с чем вы начали? А вот с этих 8-9 причин, по которым я подробно сказал, вот 9 причин, которые разрушают, и в первую очередь сразу же разрабатывать программу социально-экономического развития страны, пускай до 2020, до 2020 года, но с конкретными ответственными лицами по отраслям промышленности, таким образом это бы, было бы, во-первых, думали бы над этой программой, а когда думаешь, тогда и идеи приходят, и пошло бы воплощение с конкретными ответственными лицами за исполнение и сроки их исполнения. Прошу прощения за дарбайство, а вот это, что бы вы написали в этой программе? 9. То есть, как разрушать, вот это было 9 пунктов, как разрушать по промышленности. Вы бы их записали в эту программу, я правильно понял? Нет, нет. Нет, во-первых, я назвал 9 причин. 9 причин, вот вы сказали, вы бы их записали тогда? Надо по 9 причинам устранить. Вот, все, вот то, что я сказал, 9 причин не должно быть. Дальше. Мы же сказали, вот мы только что отмечали 130 лет со дня рождения Сталина. И прошли общественные слушания и вот проходили в обществе знания да вот подчеркнуть в том числе все сталинские уроки. Подчеркнуть в плане подготовки к 4-й международной конференции Ленинскую. Ленинский план построения социализма и взять опыт опыт, ведь не только в советские времена были хорошие государственные программы, которые ГОЭЛ-РО, индустриализация, хозяйство, но и в буржуазном же обществе были программы и Петра Аркадьевича Столыпина, и Витте, были и при феодальном обществе, при Петре Первом, и вот это часовой механизм. Ложись! Поэтому другой, при любом обществе можно развиваться. Другой вопрос, что темпы, конечно, развития будут при феодализме, конечно, меньше, чем при капитализме, при коммунизме и будут выше, чем при капитализме. И вот Китай, имея такую программу по этому условию кризиса, валовый внутренний продукт в Китае 8%, ни одна капиталистическая развитая страна не может этим похвастывать. Вот оно преимущество. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Серия вопросов, спасибо. Первое, смотри, можем ли мы назвать хотя бы один пример в Ленинграде так успешно работающего и развивающегося производства? Второй вопрос. Значит, вот я сталкивался с такой ситуацией, где нормальные люди, директора, говорят, слушай, ну, хочешь сам бери вот этот заготовщик вот этот, так сказать, самых умных, самых толковых, самых там талантливых, что сделаете? Вот ситуация такая, что внешние условия таким образом расставлены и созданы, что однозначно все равно, так сказать, какой бы ты ни был на гибель дело направленное. Если ты не найдешь какой-то выход, который завод гибнет, а сам ты там вот сама процветаешь. Грубо говоря, производство загубило, а землю продал или там начался. Ну, это, наверное, с последнего, вот из этих. Сейчас есть еще возникновение, которое у некоторых наших товарищей бывает, ну, как уезжда, а у некоторых и называемые борьба и борьба за народные предприятия. Мы сейчас трехватим, и здесь мы, так сказать, или контрольный пакет, акции, и право введа, и управления, и вот какие-то аналоги мы просматриваем этого дела на Выборгском СВК, в свое время были. он занимается в Стрижах, там есть завод Катный, там коллектив борется за то, чтобы им передали в управление или хотя бы чтобы областное правило значит, выкупило его и передало в доверительное управление или коллектородному директору и прочее. Целая группа так называемых этих легальных марксистов, Аранов и компания Тягин уже вертится и Калганов и еще некоторые есть. То есть, вот как наша точка зрения на это ответвление? Спасибо, Игорь. Ну, успешно развивающие предприятия надо тут сразу же я думаю разделить. Вот Диктороводочный завод не счетов. Так что еще другие парнии. Нет, у нас вето рухнуло. Да, тут надо разделить предприятия, где не принадлежит России. Вот даже в программе по автопрому и утилизации машин мы поддерживаем российских автопроизводителей. Вот мы прикоснулись, вот у нас их пять заводов вокруг Санкт-Петербурга. Успешно развивает? Да, можно сказать да. после кризиса сейчас остановок нет, достаточно успешно развивается. На этих заводах есть план развития, чего наверное нет плана развития. Я тут прикоснулся на Октябрьской железнодорожье, поскольку супруга там работает, я говорю, слушай, посмотри, есть вообще кто занимается отделом, что у вас развитие пригородного сообщения? Есть такой отдел? Нет, он ликвидирован. развитие уже отдела нет. Так вот, что касается зарубежных, Макдональдсы хорошо развиваются, которые поставляют питание, это заводы. То есть вот эти сеть зарубежных предприятий, которые не достаточно успешно развиваются. что касается чисто отечественных предприятий, ну вот если получили госзаказы нашей верфи и Балтийский завод, ну вот есть дыхание положительное, есть активизация предприятий, насколько это будет развитие и гарантировано? Большой вопрос, потому что нигде мы не можем прочитать до 2020 года, сколько же мы вообще будем закупать? Если мы знаем в рамках кризиса даже закупили швейцарские, итальянские, австрийские пистолеты, а не закупили наши Макарова, Стечкина, ПМ, которые и даже Мистраль, который сейчас обсуждается вопрос, вот закупить этот вертолетоносец Мистраль. И сначала как-то рассматривалось да, да, так вот зам военно-морских сил поступал и говорит, что вот что касается Мистрали, ну у нас же был в два раза больше, мощнее вертолетоносец, ну мы же его порезали, но если мы его один раз выпустили, более мощный, чем Мистраль, мы же можем дойти задание, и сделают наше предприятие, если уж эта планка была в свое время взята. Нет, закупаем у блока НАТО этот Мистраль. Как вы обещали хороший пример привести, а вы отрицательный привозите. Я привожу пример, что есть примеры, но их не так много. Нет, вы даете, какие есть. Примеры на Балтийском заводе успешно режут на металлолом, а в Северодвинске еще лучше режут и режут и сдают на металлолом. Много примеров Виктор Аркадьевич нельзя в этой области привести. нельзя где один привезти. Вот получается так, что не имея в руках программы социально-экономического страны и такой же нет соответственно программы по Санкт-Петербургу, государственной программы, вот если казалось бы, есть концепция социально-экономического развития страны, но правительство, города, правительство, области тут же вот здесь мы рядом находимся с ними, должно тут же разработать концепцию по субъектам федерации, которые мы должны бы знать, что до 2020 года мы выпустим. Тогда бы я Виктор Аркадьевичу четко ответил бы, что у нас на перспективу. Кировский завод я вам на перспективу привел. Аренда, аренда и еще раз аренда. Силовые машины, да, то есть есть такие. Делают, делают, силовые машины делают. Первый контейнерный терминал. Ну и то вот, в Сочи для энергетиков закупили во Франции. Ну, если для атомной энергетики делают, это же делают, и не только для страны, и сейчас как раз атомная энергетика хоть где-то как-то рассматривается, что будут построены атомные электростанции, и здесь председателем правительства поставлены задачи, в основном, это на отечественной, чтобы отечественная промышленность работала. Завод какой? И жорсткий завод подключен, силовые машины подключены в Санкт-Петербурге, ну, пожалуй, вот эти два. Оно предприятия будем поддерживать? Если они народные, то будем. Или против народных? Нет, если народные, если они действительно народные, надо еще, Витя Аркадьевич, еще вблизи надо посмотреть на все народные, но если они народные, почему же нет? Конечно будем. Если они развивают и идет на развитие Россия, конечно будем поддерживать. Мы же не комбарадоры, которые разрушают экономику отечественную. Я слышал только связь на то, что сегодня проведу автопром, государственный, да, и сейчас. Иду, то есть, я закупал за рубежом, то сегодня российский автопром, который там, Форд, там и все. Ну вот, это не считаете ли вы, что это государство привлекает, так же, как и привлекатые годы, передовые технологии, да, ну вот такое вот необходимость. И не видите ли вы в том, что критика о том, что развивается, например, там, не перспектива, вот если бы правительство уделило на те комплектующие, что дается, там, не сам, например, частично, а у нас в стране, это, на мой взгляд, было бы, ну, больше положительным было бы и не было. Значит, чтобы мы вышли на передовые рубежи, то надо развивать свое. Вот если мы говорим нано-мезотехнологии, как сейчас модно, так вот, они должны востребованы в единой цепочке. Без цепочки же ведь не получается. Для этого и нужна программа. Если мы разрабатываем, где внедрение, где обозначены сроки конкретно выпуска, где будут использоваться, когда выпущена эта будет продукция, а если вот этих цепочек нет, то сомнительная вся перспектива. Что касается все, как вы сказали, Ниссана и всех остальных, это хорошо зарубежные инвестиции, но они должны, технологии, все хорошо. Но вот в основном вот этой технологии зарубежной инвестиции мы должны не давать им приоритет, а давать приоритет отечественной промышленности. Вот когда отечественной промышленности дадим приоритет, тогда наши вузы НИИ и их разработки будут востребованы. Вы что думаете, Ниссан сюда привлечет и даст лучшие разработки, чем у себя? Нет, конечно, мы всегда таким образом будем отставать, потому что Ниссан сделает здесь то, что уже там обкатано, испытано, то, что там уже машина выпускается. Вот что сейчас, вот сейчас Путин был на Ниссане, я тоже на открытии был. Вот пойдет этот Jeep X-Trail, он у них выпускается на потоке, и у нас там X-Trail будет сниматься на перспективе, а как же иначе, развитие же идет. Так вот, Ниссан X-Trail здесь только, вот он, только что его поставили, значит он какое-то длительное время. То есть мы всегда будем в этом плане отставать. Что касается хороших примеров, ну вот сейчас же занялись авиапромом, есть на Дальнем Востоке, Финджет, разработки, есть государственная задача по авиапрому, чтобы выпускали гражданские самолеты. Но, если взять по цифрам, вот взять 90-е годы, 90-е годы, тот же авиапром, значит, мы выпускали порядка 200 самолетов в год. Ну, я про гражданские самолеты говорю. Где-то Airbus столько же выпускал, сейчас Airbus выпускает порядка 600 самолетов в год, а Россия 10 самолетов в год. Но перспектива, да, она вроде просматривается. Но для этого же она уже комплексная программа, вот не только, вот то, что на Дальнем Востоке будет наш Финджет, но на другие предприятия. Я вот был в тысячелетии в Казани, на ВДНХ, там же предприятие говорит, мы же не можем такие откаты давать по своим самолетам, сколько те дают. Это даже, вот существует ли теневая экономика? Существует теневая экономика. Вот по Сименсу прокатилось, что они затрачивали миллионы, чтобы закупали продукцию Сименсу. Это по СМИ шло. Как вы думаете, я не знаю, но как вы думаете, обошли ли вот эти деньги Россию? Нашим не дают, только Казахстан. Да, может быть, да, может быть, я не знаю, но я знаю, что достаточно теневая экономика существует. И есть, ведь государство, имея достаточно большие рычаги, и прокуратуру, и ФСБ, и все другие рычаги, МВД, они могут вблизи посмотреть на каждую проблему достаточно близко. И если это эффективно использовать, эти рычаги, то, наверное, и здесь сдвинется. Ну, это должно быть поставлено в рамках государственной задачи. Достаточно с вопросами. Давайте к выступлениям перейдем. Пожалуйста. Спасибо. Николай Михайлович. Николай Михайлович. Давайте Михайлович. Если честно, я, конечно, с удовольствием послушаю. Отпетька, которая прозвучала, она правильная. Реализовывать ее в сегодня ситуацию очень трудно. Видно положительные моменты о том, что я буквально... И на уровне уже государства есть некоторых товарищей просветления. И, на мой взгляд, вот то, что плохо или хорошо привлечение в нашу страну, в технологии, я считаю, положительно и правильно. И индустриализацию страны проводим. Передовых ситуаций у нас тоже очень много. Поднятия нашей страны. То есть, в этом нет ничего, на мой взгляд, негативного. Как с этим дальше вот распределить? На мой взгляд, то, что промышленность, развитие промышленности, это идея ОВП, рост, который и развитие промышленности, она продолжает работу, искать пути и критиковать правительство и государство, если оно... Я тоже согласен, что Борис Николаевич интересный был, что это факт. Даже, я бы сказал, гарантированно интересный. Я все-таки один из уроков, вот, в самых самых уроках эрации Ленинского плана, строительство СССР был, всегда урок не останавливается, он достигнут. Я думаю, что, мне кажется, что можно сделать последним такой доклад, когда рассказываем мы, как все кружки на лавочках, как у нас все плохо. Что уже все это знают, это уже... Малую, это написано во всех гуржуазных газетах Борис Николаевич. Данные, которые вы приведете, тоже написаны буратными деятелями. В этом, в том, чтобы рассказывать, как у нас плохо, нет ничего. Я думаю, что это надо зафиксировать для себя. Это во-первых. Во-вторых, значит, если мы возьмем, ну вот с философской точки зрения, 24 причин, нам 24 отрицания. Из 24 отрицания у нас равно. Из отрицания этих отрицаний. Будет каждый раз, что мы, вот, каждый раз шли не туда. И мы, как вот эти самые припыри котята, будем все время, значит, отворачиваться от того места, куда мы снулись, и с новый будет скачок, потому что мы снова будем, значит, тыкаться в какой-то, значит, новый и новый получим причину, которая не получилась. Все-таки, я думаю, мне кажется, нам только этого доклада. В докладах надо идти. Все-таки, так сказать, он наращивание того богатства, которое у нас есть. Пятый опыт нашей страны. Он не... Уроки не извлечены. Скажем, выступление товарища на слушаниях старских говорилось на том, чтобы уроки. Первый урок не в том, что подумаешь программу составить. Во-первых, программа – это бумага. Во-первых, если у нас сидят люди, которые ненавидят Россию и ненавидят собственный народ, то никакие программы тут не помогут. Ни слова об этом. Вот у вас сколько было вопросов и сколько было времени – целый час. За целый час такого урока, что надо выгнать вообще из аппарата всех тех, которые считают, что можем делать самую лучшую в мире технику, самую лучшую в мире продукцию, такого урока тут не прозвучало. И я думаю, что это так. Ну, а потом вы говорили на общественных слушаниях, о которых я сказал. И можно прочитать. Главная причина, да. Тогда, да. И все. То больше не надо об этом, все уже решено. Главная причина. Все решено, что ли? То есть, а теперь будем говорить о другой, а только о том, что нам бумагу нужно. Так вот, получилось, что вы сами этот урок тогда, если вы уже говорили, вы ее не усвоили, потому что вы не усвоили, что дело не в бумаге, этих программ можно надевать сколько угодно бумажек. И бумага, между прочим, вы говорите, если бы в руках кто-нибудь подержал. Держать не проблема, вам распечатают, подерживайте в руках программу комплексной. Программа, она хорошая. Хорошая, там правильно написано. В основном, там вещи написаны, годство и так далее. То есть, надо извлечь действительно эти самые уроки. А это труд. Я думаю, что не надо бояться этого труда. Надо не бояться его и построить, мне кажется, доклад. Надо было бы сказать по-другому. Вот сначала извлечь уроки из успешного развития. И тогда будет видно, откуда и какие произошли провалы. Потому что что является минусом? Не с точки зрения бабушки, которые видят, что вот плохо там, все разваливается, все распускается. Это все видят. А вот увидеть, насколько отклонились от того, как должно было бы быть. А вот это не знают. Истории не знают, социалистической экономики. Не знают историю сталинской экономики, сталинского управления. Это еще не поле, которое не распахано. Тогда было бы видно. Вот система позиций, которыми надо соблюдать и выполнять, для того, чтобы развивалась страна и была на передовых позициях в мире. А вот система отступления от этих позиций. Вот пошли, пришли товарищи демократы, говорят, дайте нам порулить. Дали вам порулить. Они сами взяли, порулили. И зарулили. Не туда. Но нам надо видеть, как надо рулить. Потому что если речь идет о высокой такой позиции, мы все-таки здесь не просто, у нас лекции для трудящих. У нас лекции вообще говорят, так сказать, люди, которые собираются построить, восстановить социализм. Должны знать не, что было плохо, а должны знать, как хорошо. Я, например, из этого доклада не понял, что надо делать. Не понял, потому что это должно быть сделано. Ну, как вот и делал Сталина. Первый урок, и второй урок, и третий урок, и четвертый урок. Сколько там? Восемь, десять, пятнадцать, семь. Восемь, а я услышал, первая причина, вторая причина. То есть идет расковыривание наших болячек. Я думаю, что это вот расковыривание наших болячек стало уже нашей болячкой большой. Потому что мы сколько бы не посыпали, и так все не рассказывали, как мы плохо, мы будем дальше заболевать. Более того, складывается впечатление, что Россия такая страна, что столько вот причин, что что не делай, и все в однодрель. Все разваливается. Хотя, вот и скажем, вопрос о том, что по крупицам сейчас собирать все, что есть положительное, и эта работа, мне кажется, вот не проделана. Потому что сколько, значит, нет. У нас есть вот первый контейнер и терминал, вам про него известно. Но у вас все вот затмило доказательство того, что у нас тут все плохо, а никто с этим и не спорит. Кто с этим спорит? У вас ни одного противника не найдется, может, кроме меня, с этой точки зрения. Все вот это... Чтобы все было плохо. Не бывает. Вот. Но, во-первых, скажем, контейнер и терминал, кстати, оснащен самым новейшим оборудованием. Импортно. Там импортно, правда. Но это предприятие крупнейшее в России, 35% всего, всех котельных перевозок России. Это не какой-нибудь там шараж-монтаж. Так? Там прекрасно и работает рабочий, и управленцы, которые обеспечивают постоянный рост производительности труда раз, производство два, и увеличение количества докеров при этом, при всем. То есть вот в их условиях, которые есть. Есть такое. Скажем, вот силовая машина, это люди с места, говорят. Кому-то вот неизвестно, что есть люди, работают и делают прекрасное оборудование, прекрасный завод. То есть надо еще, так сказать, пошерстить, посмотреть, что у нас делается. Я думаю. Потому что в развитии, в будущем можно опереться только на то, что осталось. А то вот у нас будет, как вот поют у нас интернационал, мир насилия мы разроем до основания, а затем наш новый мир построен. Насилия мир разрушен. Вот уже разрушает, мы должны радоваться. Сейчас все разрушат, останется прийти коммунистам из этой пыли пытаться построить. А социализм может вырасти только из крупного машинного производства. Как бы, сколько бы ни было ошибок и причин, все равно мы должны искать, где у нас есть какие-то шаги и пути для этого. И сколько точно самолетов, и сколько точно танков. Вот сейчас заказали 256 танков, а вы по-прежнему говорите про 30. Сказали 256 наших. Это уже хорошо. Это по крайней мере... Как и в Индию. Так это... Нет, так а во сколько раз больше? Ну, это есть какие-то... То есть мы позитивные моменты должны видеть. Но я думаю, что прежде всего мы должны, конечно, разобраться с уроками такого периода, когда у нас шло успешное... У нас же успешное развитие не весь советский период было. У нас, начиная с 50-х годов, пошел отказ от этих принципов, которые вывели нас на передовые рубежи. Или, скажем, вот мы ищем, так сказать, а где у нас? Вот вчера сообщили газеты о том, что, значит, дорогие наши американцы, у которых... Они заключены. У них в Discovery полетит последний в этом году, а следующий полетит только в новый, скажем, корабль полетит только в 15-м году. И до 15-го года только Россия и Китай будут запускать в космос людей. Только. Больше никто. Ну как мы это... А мы так говорим, как бы этого нет. И что, у нас Ленинград не занимается космической программой? Конечно, не кричит на всех углах. Но вы же знаете, что их и к штрафу готовят, и соответствующее оборудование, и прочее. Хотя, может, мы и не знаем. То есть я хочу сказать, что... Вот, скажем, Ленин ставил вопрос, как? Что надо искать ростки нового. В том числе ростки нового и в капитализме. И вообще социализм базируется на том основании, которое идет этот самый каталистический... А у нас капитализм, вдобавок, он выжил из социализма. Так что вам обязательно надо изучить свое. А мы свои уроки не извлекли. Я думаю, что это... Вот вы, я думаю, что долг имеете перед трудящимися о том, чтобы эти уроки извлечься. Извлечься самой и нас всех научить. А вы туда не получили. А это вот, сказать, о том, что у нас, так сказать, это плохо, и это плохо. Ну, это вот... И классифицировать это дело, я думаю, это вчерашний день. Это вот не передовые рубежи. А мы, как вот вы нас призывали, должны выходить на самые передовые позиции в мире. А не на те, которые, так сказать, уже пройдены, уже завоеваны. Они завоеваны уже. Надо идти вперед. Вот Михаил Васильевич доказал в очередной раз, что звание доктора-профессора просто так не дают. А это ведущий профессор. Спасибо, Васильевич, за замечание. Ну что, не кончит, ты дай. Следующий раз будем говорить о положительном и профессиональном. Я бы все-таки Борис Николаевич во многом поддержал. Ну, понятно. Было важно его подмирать. Когда мы видим целенаправленные действия по давлению и разрушению, обороны, а тут самое трудное дует на то, что мы смены власти что-то вырастут. Я думаю, главный урок, конечно, централизация и план это достижение общей цивилизации. При том, что в советском строе было столько много хренового и плохого и вот это на себе проходило, когда нас правильно заставляли оборонку делать товары народного потребления неправильно заставляли. Но конструкцию горскую документацию на елочную гирлянду мы возили утверждать в Москву. Они-то на пластмассу для производства пялец для выживания выгнали в Госплане и вот при всех этих издержках а туда ведь как приедешь как посмотришь эти тетки сидят, вяжут, журналы листают, а от нее зависит. Генеральный директор идет с шоколадкой там и главный инженер с коньяком и при всей вот этой понимаешь этой ужасной вот этой зажиревшей дирократии которые все равно делали такие вещи то есть планы централизации это великое дело. Великое дело планы централизации и при капитализме конечно планы централизации это только его создавать надо там может в Америке это своеобразная система и в том же Китае там уже тоже не социализм но планы централизации черт кто знает какие рычаги еще я хотел два таких маленьких примера которые показывают что умышленно конечно все далось например есть у меня такой приятель и многие его знают вот он где-то на рубеже там до 93-го года еще ваше грачев как такой прохиндейский парень вместе там с раме пробовали организовать испытательно демонстрационный полигон для показа и продажи подводного стрелкового оружия это автоматическое там гранатометы подводные очень понравилось это в правительстве даже это же валюту это же значит можно будет поживиться отстегнуть только мужики одно из условия из названия испытательно уберите просто демонстрационно новая это в России ничего не должно подразумевать это какой-то собственный рост развития мелочи рассказывает тот который там парень многое показывает потом я с этим столкнулся уже когда в Госдуму речь идет не о том что один два поезда Москва Питер при наших просторах огромных при наших российских задачах в конец коридора налево левый фронт да это на столетие на десятилетие по крайней мере вперед это эксплуатация это дальнейшее тиражирование это новая культура это лучше мы подключены были я изучаю эту гору переписки главная фирма знаешь что самое интересное понятно что мы многие узлы просили или комплекту Сименса в первую к нам так доброжелательно но даже доброжелательно сожалеющий то вы мучаетесь ну что вы себя тут изводите ну все равно же вы будете покупать все равно же будете и точно потому что лучше немец потому что я потому что я долго пробовал здесь вот правдой добиться в том что спрашивал Коврова Корешников был жив так же так и ты понимаешь Спаскин не очень сопротивляется во первых потому что во вторых он сам там маленько обосрался понятно что всякая новая вещь она там с этими доработками с промахами и прочее прочее ну общий то подход если государственная власть заинтересована и понимает общую задачу значит правильно доработать дотянуть вытащить на нужный уровень в конце концов все академики подписали что в целом нормально и скорость 250 километров показывает и собственное производство нет перешли на Сименс уже сколько там 6-9 поездов уже к Новгороду пускают берем тех же этих самых он сейчас уже 345 у китайцев Митал Васильевич у китайцев уже запущены 450 километров уже показывает на собственной производственной базе производят и путь сами монтируют и так далее а наши так сказать при наших пространствах это сдавать огромные деньги об этом речь и идет то есть то что здесь имеется вот это управление сверху и что его не так просто перешли это конечно факт тот же северный завод ведь и как гробили с одной стороны оборонное предприятие шаг в сторону невозможно приватизировать нельзя перепрофилировать нельзя мощности надо сохранять а долги идут само государство с долги насчитывает потом само государство начинает банкротить троллейбусы это дело десятое смешно там же сервом заводе уникальные камеры были аргонной сварки вот читай эта комната наполнена аргонной средой в водолазных скафандрах варят варят титановые детали рули уникальнейшая вещь нигде другом ну нахрена троллейбусы в этих соборить то есть если перепрофилировать то надо перепрофилировать на нечто технологически подобное там есть политикоэффициенты и прочее считать таким образом его умышленно подвели само государство причем государство никто так государство подвело к банкротству в первую очередь сажали площадку которая там на Неве а дальше оставили то что вывес но подходя к тому что все-таки мы должны какой-то практический урок я бы очень просил он рабочий с докторами все-таки вот обратить внимание на этот клуб который самая разная интерпретация это возникает стихийно на Выборгском ЦБК хотя там те же бандиты участвовали и одна группировка с другой он стихийно возник на силикате кировском там наши ребята уже ввязались в это дело более того там депутату Турула поручили разработать законопроект внести и так далее а конъюнктурщики типа Кагарлицкого Баранова примкнувшим к ним там еще несколько делягина или чего-то они на этом деле лавры хотят снискать гранты хотят сожрать какие-нибудь которые и они активно их сейчас подсовывают эти дела нам так сказать проанализировать все чего они бы дают может кто-то где-то в каких-то странах и полезного так сказать и наших товарищей подготовили где мы можем до какой степени поддержать ну там вот они опираются на немецкие опыты смотри там прогрессивное трудовое законодательство в Германии там и то и сё и входят в управление и имеют голос и еще что-то а где надо так сказать разоблачать и говорить что это очередные иллюзии может быть какого-то идеолога в Нижний Новгород пригласить он поделился ему по усам там может в другой какой-то форме активно они начинают со своим белым шилом сейчас прямо перед многими вывешивая они еще не научились за зарплату бороться их уже нет давай за народное предприятие светлое дали пойдем я благодарен всеми дополнениями и естественно все мы к одной цели идем за мощную нашу страну а конечно пути разные и один путь показал очень спасибо ему Виктор Аркадьевич очень спасибо и за поддержку и другой путь конечно разные пути разные формы но если мы к этому будем стремиться будет и промышленность и страна разбираться спасибо за участие у меня есть общий призыв призыв можно вообще политический это я к чему мы в прошлый раз заслушали информацию по Родфронту по настроению так сказать большинство товарищей поддержало будет включаться или что-то а информация начался этап строительства организационного и понятно что там где он опирается скажем на структуру РКРП там наращивается число сочувствующих но там где у нас есть в общем-то структурированные по-своему союзники товарищи которые в данном случае я имею в виду фонд рабочей академии рабочую партию так сказать и так далее там есть смысл наращивать ее в организованном виде так потому что первые заявления они поступили мне но я думаю на следующем или после следующем мы как-нибудь засадим фонд рабочая академия можно будет из поступивших заявлений образовать организацию и назначить следующее чтобы дальше было самовоспроизводство и расширение так сказать этого дела можно но я имею в виду чтобы все равно следующее занятие у нас четверть плановое коллективное действие у работников как фактор экономического подъема занятие будет первый вместитель председателя правкома докера в зал первый контейнер для того чтобы мы не знаем что это не это что не 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 но не